Я Кочура Аня, мне 26 лет и я актриса. С самого детства я занималась танцами народными, жутко не хотела, в 7 лет меня приволокли волоком, потому что я была пацанкой, лазила по деревьям и мальчики все смеялись, сказали ты будешь в колготках и будешь такая глупая и в юбке. И я не хотела жутко идти, я плакала, все дети стояли красивые, а я рыдала. Но потом зашел он, мой руководитель. И вот тут я не знаю, что произошло, потому что у меня вот, я его увидела, я смотрю на него, у него такая походка, он так зашел, мне казалось, что от него просто какой-то энергии. Я тогда не понимала, что это энергия, я сразу замолчала, встала, а ногу надо поднять, хорошо. Он сел рядом со мной, начал мне хлопать ритм, и я просто... Все. И это была любовь. Это, собственно говоря, все. И мама спросила, ты будешь ходить? Я говорю, конечно. Конечно, если я буду как он, то тогда я буду ходить. Ну и четвертый фетиш – это театр, потому что в нем есть единство. И в нем можно объединить космос, который мне нравится, ноги людей, потому что это толпы людей, это их инструмент. Они могут этими походками целую историю рассказать. Ну и запах, вкус вот этого, наверное, дома, потому что если это театр, то это большая дружная семья родных людей. А если говорить о счастье, то для меня счастье – это так... Вот какая моя картинка, мое самое яркое воспоминание детства. Это кинотеатр «Украина», это пятый ряд, мне шесть лет, сибирский цирюльник, бабушка рядом, еще живая, такая настоящая, и горячая буханка хлеба. Мы сточили этот хлеб за этот кино. Это мой первый поход в кино, этот поезд, который мчится по Сибири. Этот звук, и вот это было счастье. Родная рука рядом, этот поезд и вкус хлеба. Вот это счастье, настоящее. Особенно, наверное, это ценится, когда уже, ну вот, человека нет, а ты понимаешь, что это было так здорово. Почему я? Потому что я умею ждать. У меня была мечта познакомиться с Зельдиным. Несколько лет я тайно охотилась, а потом в Санкт-Петербурге я смогла быть на его концерте и ждала до самого последнего. И он на меня так посмотрел и говорит, ты знаешь, что тот, кто умеет ждать, получает самое лучшее. И посадил меня на свою коленочку. И я плакала от счастья. Вот как-то так. Наверное, это я. Кто, если не я?